ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот инстаграм подписывайся подписывайся на канал поддерживай канал лайком я приглашаю тебя к просмотру нашего нового видеоролика нового места для нас возможно для кого-то из вас конечно будет тоже это новое место поселок городского типа догамыс обязательно досмотри этот выпуск до конца так как в конце выпуска я покажу не тот догамысик догамысик где мы сейчас с вами будем гулять и покажу какую центральную дорогу и там будет такая вишенка на торте благодаря артему сколько раз мы там ездили никогда не обращали на это внимание никогда не видели артемка сегодня увидел и говорит папа смотри в общем покажем в конце выпуска поэтому не переключайтесь выпуск будет клёвый погнали итак друзья ну что мы с вами начинаем гулять по поселку догамыс догамыс и не относится к сочи он отдельный поселок вот такой же как sirius я как-то читал что там местные вообще возмущались там что его там как-то отделили вот в общем если смотрит выпуск местный то конечно пишите в комментариях и так мы сейчас находимся с вами на таком интереснейшем подвесном мосту покрытие здесь нормальное и вот это сочинская венеция вот эта река называется восточный догамыс номера тут задаются но учтите один момент что жить здесь и снимать очень опасно почему потому что когда идут дожди с гор сходит множество воды и река вообще разливается затапливая всю вот эту историю здесь был случай по моему в семнадцатом году когда смерч с моря зашел в русло реки ушел туда далеко и выхлестнул воду и здесь все было затоплено в этом выпуске я хочу подняться вот на ту гору где-то в конце мы сами попробуем это сделать и посмотреть какие замечательные виды открываются на догамыс до гора короче интересные слушайте такой холм классный это наверное распустится цвет реки да слушайте ну конечно кто снимает здесь я не знаю что мотивирует людей здесь снимать так спускаемся с вами с мостом до мост интересный с видами клевыми указатель на улицу ленинградская так ну что я видел здесь комплекс я покажу вам его чуть позже не переключайтесь друзья нам вообще он зашел судя по проекту он прям такой будильный с басиками здесь есть вот еще один комплекс судя по тому что мы всякие стульчики все заселено стоп руку давай так стоп ждем ждем маму и так друзья мы значит перешли улицу и пошли такой туристический улице да здесь в сезон вот эти вот все палатки конечно функционирует и здесь можно оставлять свои денежки и по традиции центральном так называемом сочи тротуарах только с одной стороны вот вы можете заметить слева тротуара нету х справа есть вот все палатки закрыты здесь как в этом центральном а для ли жизни нет очень очень спокойной ну конечно вот вы даже в межсезоне те кто хочет провести спокойным нам догомыс короче прям понравился но пока ехали по дороге интересные места здесь такая красивая природа есть куда ходить на пешие маршруты классно неподалеку находится чайные плантации салахаул здесь вообще вот славится догомысский чай спонсор всего краснодарского края по чаю вот поэтому мы обязательно чуть будет когда потеплее будет больше зелени мы обязательно сгоняем салахаул посмотрим какие там плантации а мы уже были на одной чайной плантации в хосте выпуске прикреплю в описании под этим видео просто нажмите на ссылочку и посмотрите дальше здесь вот открыто кавказское кафе как она называется пленница есть значит смотрите продукты и несколько буквально чуть-чуть палаточек открыто кто продает даже вот вещи открыты есть отель я вам вот так вот линию показываете а вы кто смотрите пишите в комментарии кто в каком кто в каком отеле отдыхал делитесь пожалуйста информация вот такая застройка видимо это какой-то жилой доме так понимаю очень много на балконах вещей смотрите дальше у нас так дорога получается ушла вправо и мы подаем на такую аллею палаток где вы можете заметить ни одна палатка не работает представляете вот она такая длинная длинная и не работает ничего сколько метров 300 наверное да и такая аллея магазинчиков и нету ничего вот даже аптечная о кстати как ориентир улица летняя видите ничего здесь всякие специи но сейчас их нет ну да 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 ладно мы сейчас будем проходить на пляж и посмотрим обстановку на пляжах и какие пляжи в догомыси мне конечно очень интересно глянуть что это переход с этого комплекса вот здесь есть и кто живет да в этих уже комплексах прикольно а мы начинаем уже сами подходить к пляжам здесь идет значит железная дорога и нужно будет проходить в подземном переходе ну давайте пройдем ну что мы попадаем с вами значит переход и можно сразу увидеть вывеску смотрите пляж догомыс набережная штейтана о как и здесь погнали короче запахи какие артем так здесь есть стоянка туда пляж туда куда пойдем куда пойдем нас сюда мы пойдем да так ну что друзья здесь закрыта а открыта тут у нас с вами ну вот функционирует слышите прикольная набережная вот есть указатель на туалет углубляется она вправо а налево уже можно попасть на пляж к морю слушайте мне что вот сразу сходу нравится это а все чисто б то что мало людно так набережная штейтана названа в честь столетия со дня рождения героя социалистического труда почетного гражданина города сочи организации краснодарский чай вову так вот это тот человек который организовал на год так а мы с вами попадаем друзья на пляж здесь есть и качельки ими пункт вышка спасательных и огромная береговая линия ну что давайте гулять ну что друзья вот меня как начал радовать сам этот поселочек догомыс в начале когда мы ехали то что я вам покажу в конце выпуска так и когда мы попали на пляж меня тоже тут радует вообще в принципе все посмотрите насколько широкая пляжная линия вы только гляньте она просто широченная там куча песка ну да не песка гальки я так думаю что здесь еще подкинут либо как-то еще не знаю короче в общем завязали кучу есть детская площадка как они заботятся о вышках обвернули ее stretch видимо чтобы погодные условия не портили дерево здесь всякие такие ларечки вот что-то можно посмотреть работает но в основном здесь все закрыто детская площадка да не самый как бы кайф но на большинстве этом пляже где мы гуляли ее в принципе вообще и нету наверно тут устанавливают летом прыгунок здесь наверное снимают эти заколотки и такая пошла получается набережная довольно таки интересная сейчас мы с вами еще пройдемся да что касается тишины блин друзья ну реально вот идешь по догомысу и наслаждаешься тишиной поселок который вот прям сходу себе расположил на пляже установлены туалеты да они сейчас закрыты и понятно даже не для кого их открывать потому что мы можем ну вот вы сами видите да численность людей сколько тут народу мало вот двух рук хватит прикольная высадка прям в центре пляже классно есть турники хоть и такие так себе но тем не менее есть опорный пункт полиции есть небольшой бассейн вон там он может проглядываться но не факт что он работает и есть душ я думаю что да на лента на лето ставят вот тут винтики и все будет функционировать класс да куча песка такая вообще такая постройка с надписью догомыс вот вдалеке еще один комплекс слушайте очень очень здорово давайте сейчас с вами подойдем к морю посмотрим посмотрим здесь чистоту моря как всегда дамы с вами такие проверяющие можно заметить водорослей много что я давно вообще кстати не видел а тут вот прям водоросли 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 а ну вон и в море сами можете заметить сколько водорослей видите интересно я вообще не видел чтобы где-то тут были водоросли так и что же это что же это друзья за куча ну там мы короче лазит детвора понятно ну возможно да что-то здесь будут укатывать что-то может быть будут какие-то навесы устанавливать для чего-то куча нужна местные либо кто точно знает велкам в комментарии пишите пожалуйста что будут делать с этой кучей вот широченный широченный пляж с видом на гору на сочинский серпантин классно очень спокойно потрясающий здесь воздух давайте теперь попробуем с вами пройти в ту часть там также продолжается набережная и посмотрим что есть там вот носенька тоже отмечает что набережная хороший и даже что меня приятно удивило что смотрите не убирают вот этим настилы деревянные и есть парковка для великов если вдруг тот приехал час пристегнул и пошел гулять также или не убирают качели они конечно таком состоянии но тем не менее да можно прийти посидеть в принципе многие это делают это откуда мы пришли а мы сейчас будем с вами двигаться туда здесь в общем такой ржавый пирс какие-то стоят металлические каркасы но это видимо что-то с ними делают да летом да здесь все закрыто но все достаточно прилично да то есть помните мы с вами гуляли как-то в адлере да и вот эти все палатки они были вообще забиты металлическими но этим профлистами здесь у каждой палатки стоит ролета это прям огромный плюс тем людям кто цивильно очень тратит деньги ставит ролеты молодцы так а здесь вот еще одна детская площадка есть таким скалодромом с домиком и с горкой установлен бунгало также душ есть всякие кафешки 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 по-прежнему береговая широкая линия галька мелкая где-то частями вот такая очень мелкая да ее можно называть песочком все идет дальше почти такие мелкие волнорезы и и идет это конечно все вдоль железной дороги а серпантин сочинский вот здесь будет вам видно он уходит вот туда вот прям на самый верх вот этой горы кто интересуется серпантином да как что вот друзья вон смотрите . едет я надеюсь вам будет видно грузовая видите прям там наверху я друзья увидел вон там вот палатка стоит может быть нам удастся с кем-то пообщаться не знаю но это символизирует то что совсем скоро мы вместе с вами откроем палаточный сезон попросим родителей чтобы они нам отправили нашу палатку все для отдыха с палаткой наша палатку туалет и будем выбираться уже несколько дней по местам на всякий там геленджик может доедем короче нас ждет бомбическое время потому что скоро лето останавливаться мы нигде не собираемся будем ехать 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 проводить беременность точнее последние месяца беременности в постоянном путешествие но вы конечно вместе с нами будете вместе с нами открывать для себя новые места пойдемте по пляжу пройдем видите здесь начинаются такие коротенькие очень волнорезы вообще вот эта часть это считается же лазаревский район она очень славится смерчами помните в начале выпуском говорил что смерч закрутился ушел по реке вверх по руслу и там просто остановился и всю воду которую набрал у себя себя точнее он выплюнул где-то там в русле и река очень сильно поднялась и все там затопило так ведь как построен дом прямо над обрывом все так усиленно бетонными конструкциями а вот идет поезд видимо куда-то в адлер тут наверно летом тоже кто любит поспокойнее отдых они наверно уходят сюда дальше здесь как вы можете заметить уже нет такой стивилизации как там то есть этот нет уже никаких магазинчиков ничего нету здесь просто можно отдохнуть от суеты и посидеть спокойненько вот скорее все даже можно вот так вот поставить палатку пожарить шашлык и здесь переночевать так никого там нету видео может быть просто стоит палатка причем с такими досками наш там просто кто-то живет на постоянке да это короче часть пляж такая она если ее можно назвать дикой туда она дикой привязал себе видите эти растяжки в доскам брускам пенькам господи с третьего раза слова подобрал море не запах такой водорослиный но по берегу да вы что заметить что водоросли на водоросли и судя по корягам здесь видимо тоже неплохо так что армирует что он вон такие доски видимо повыкидывала с морюшка так ну давайте с вами подойдем морю подойдем на волнорез вот на вот этот слушайте только посмотрите какой бомбический вид открывается отсюда это же получается все сочи как на ладони видны горы вон там вдалеке это порт понятное дело бескрайнее море здесь тоже шикарнейший вид на горы посмотрите как круто растут сосны скала полностью закрыта в металлическую сетку чтобы избежать до камнепада чтоб не засыпала пояс а вот кусок серпантина идет видите наверху то есть вот серпантин проходит прям по верху этой горы да классно так ребята первое что хотела показать это вот этот жилой комплекс посмотрите как его красиво строят здесь вам интересно загуглите в яндексе посмотрите проект и там будет классно там прям будут бассейн и такая кайфовенькая территория гляньте как это классно смотрится последние этажи так вообще будет великолепно и светофоре поверните налево такой будет огненный вид на море вас и все это получается это комплекс находится вот на главной дороге налево джукба направо сочи что ребята я хотел подняться вот на вот эту гору я пока вообще не понял как туда подняться потому что территория вся загорожена и написано что там типа охраняется собаками бла-бла-бла в общем ну наверное в другой раз почитаю в интернете как говорится сходу сделать это не получилось в общем ребята вот такой у нас обзорчик с вами получился сейчас еще мы проедемся по центральной улице догамыса я еще вам кое-что покажу погнали ребята мы сейчас с вами поворачиваем на центральную улицу то есть это трасса как раз джукба сочи и вот приглашаю вас прокатиться по центральной улице если вы посмотрите что из себя представляет сам поселок дакамыс нам конечно в целом вот повторяюсь да он понравился такая центральная улица если можно назвать центральной улице растут кипарисы открывается классный вид вот на гору там она вся гора застроенная вот этот жилой комплекс справа до которой вам уже показал ограничение вот по всей этой улице 40 километров висит контроль скорости вот можно видеть для знаки есть магазинчики по левую по правую руку а еще ребят в догамысе очень интересные светофоры видите а у и на пешеходных написано а у когда горит красный и на автомобиль вот видите зеленый загорелся и опять а у что это за а вот старенькие штыки достаточно застройки здесь достаточно всегда пробочно эти улица стоит вот такой ребят район отель какой-то вот они старые застройки а вот ребята что я обещал вам показать то что увидел артемка это чайные плантации представляете на горе прямо в центре поселка догамыс блин зрелище просто нереально а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok